Приветствуем вас на канале Мясорубка! Свежие новости подъехали, начинаем крутить фарш! И сегодня первая каталетка в нашем бургере это новости из США, которые разобьют нежное сердечко Ксении Собчак. Но как же, нам ведь столько рассказывали эти волшебные басни про Америку, мол там у каждой семьи по две машины, трехэтажный дом в пригороде с задним двориком для отдыха и приготовления барбекю. Короче, тот красивый миф про Америку, который довольно держался, а когда-то даже был немного похож на правду. Вот только кончилось это все очень давно. Какой там трехэтажный дом и какие две машины на семью? Оказывается, примерно четверть молодых людей вообще живет с родителями. И не потому, что они такие инфантильные и боятся мамину юбку из рук выпустить, а им просто не по карману платить аренду. Риелторский центр Property Management провел исследование в США, согласно которому 18 миллионов молодых людей, то есть каждый четвертый, в возрасте от 26 до 41 года до сих пор живут в одном доме с родителями. Причем было так отнюдь не всегда. Спасибо, надо сказать, мудрому старине Байдену и той политике, которую он взял сопроводить с прошлой зимы. Оказывается, еще в 2021 году показатель был почти вдвое меньше, всего 9 миллионов американцев жили с родителями и лишь в течение этого года еще почти столько же вернулись назад. Опрос указал две основные причины – экономия денег – 50,9% и неспособность оплатить аренду жилья – 39,3%. Но оказывается, что по другую сторону Атлантики тоже ситуация не лучше. С тех пор, как в Германии к власти пришли зеленые, стало возникать ощущение, что они проводят целенаправленную политику вымирания для своего населения. До сих пор оказывается, пока страной правила старушка Меркель, которая при всех своих недостатках выросла в ГДР и понимала, что такое социальное государство и как оно должно заботиться о гражданах, налоги на недвижимость Федеративной Республики были одними из самых низких в Европе. Да, собственно, а почему бы и нет? Промышленность, которая еще недавно была сравнима с американской или китайской, огромные прибыли, негласное лидерство в Евросоюзе и получение значительной доли доходов от этого геополитического проекта и, наконец, прямые поставки газа из России по самым выгодным тарифам, без транзитных нервотрепок и переплат. Да неужто со всего этого немецкое государство не могло собрать достаточно денег в виде налоговых поступлений в бюджет, чтобы эффективно выполнять все свои задачи? ФРГ отлично жила и процветала многим странам на зависть и не нуждалась в том, чтобы влезать в карман своих граждан. А вот как только пришли зеленые и первым делом заморозили запуск Северного потока-2, потом начали закрывать АЭС, вводить санкции против России, отказываться от долгосрочных контрактов. И вот сегодня немецкая промышленность бежит из страны точно так же, как и почти вся европейская, и государство полезло в карман своих граждан, раз ушел бизнес. Но к чему это приведет? Если станет невыгодно иметь собственное жилье, то все придет к тому, что люди переберутся либо в частное, но это уже маловероятно, а скорее в социальное жилье, тем же к государствам и предоставленное. И вот тогда откроется широчайшая перспектива для самого жесткого управления обнищавшим населением. Зеленые украли у них работу, достаток, сейчас отберут жилище. Шведская девочка это все осветит, скажет, что так надо для блага экологии, и все. Чуть на какой митинг пошел, выкидывают из государственного жилья. Полнейший орднунг. И это не говоря о том, какое открывается поле для коррупции. Ведь ее в цветущем саду Жозеппе Боррелли нет, а стало быть, никто с нею не борется, и творить можно что угодно. Вот и станут творить. Можно не сомневаться. Кстати, в цветущем саду Жозеппе Боррелли проблем вообще выше крыши. Если оставить пока Германию, то шокирующие кадры показал на днях один из крупнейших национальных телеканалов TF1. Гигантская очередь из студентов, которые стоят за бесплатной едой, в том числе и по ночам, потому что очереди такие, что днем все успевают получить, а на ночь не расходится, чтобы не потерять занятое место. Журналист, который снимал репортаж, говорит о том, что уже пять лет следит за данной проблемой, но ничего подобного не видел и даже представить не мог, что дойдет до подобного. Интересно, что ведь предполагалось, когда-то давно и изначально, уже небось забыли, что вот так стоять за продуктами будут наши люди. Причем помнить об этом полезно не только европейским гражданам, чтобы хоть слегка понимать, как их обманула Америка и как их предали собственные политики, но не только им. Нашим людям тоже следует помнить о том, что именно вот такие картины худеньких студентов, которые по ночам стоят на морозе минус 15 за бесплатной едой, рисовали себе в уме простые европейцы, которые поддерживали западные санкции против России. Они ждали, что вот так стоять будем мы, и им заранее было нас совсем не жалко, они наоборот, хотели, чтобы так получилось. Вышло, правда, все наоборот, но если кому-то очень хочется по-русски, от широты души, пожалеть этих ребят, то стоит помнить, что эти ребята планировали и поддерживали. Между прочим, вопрос о бумерангах, которые иногда прилетают обратно, коснулся и Калифорнии. Либеральные жители западного побережья в свое время так злорадствовали по поводу того, что от неожиданной выходки природы замерзает штат Техас, которому не помогают все его нефтяные запасы, а в Калифорнии, где абсолютная власть Демпартии США, очень модно презирать природные ресурсы. И вот теперь то же самое творится у них. На штаты Калифорния и Невада обрушились снегопады, причем такие мощные, за несколько дней выпало до 110 сантиметров снега. Естественно, были оборваны линии электропередач, причем не просто так, а вместе с тотальным коллапсом транспортной системы, потому что дороги были перекрыты сразу по двум причинам – нулевая видимость и полный завал снегом, который просто не успевали чистить. Поэтому добраться и восстановить электроснабжение во многих местах просто не могли. Потрясающе, что все это происходит в официально самой богатой стране мира, и нам до сих пор с регулярностью продолжают зачем-то тыкать в нос цифрами их ВВП. Если в этих цифрах есть хоть какой-то смысл, то почему Америка столь беззащитна перед любым стихийным бедствием? Позорная неготовность к наводнению в Новом Орлеане, а потом полная неспособность хоть что-то предпринять для помощи своим гражданам. С тех пор прошло столько лет, были ужасные лесные пожары все в той же Калифорнии, замерзал штат Техас, прошли годы, и ничего не изменилось. Правительство по-прежнему никак не помогает людям, и даже непонятно, для каких целей оно налоги собирает. Впрочем, понятно, для каких. Куда Байден предпочитает тратить налоги американцев, знают все. Интересно лишь одно – почему это самим американцам так нравится? А если вернуться все же в цветущий сад Жозеппе Борреля, то там неожиданно отличился Олаф Шольц. Это вообще интересно, потому что он хотел похвастаться, судя по всему. Трудно поверить, конечно, но господин канцлер явно полагает, что его политика привела к серьезным достижениям. Шольц заявил, что благодаря тем реформам, которые он планирует начать, население Германии в скором времени достигнет 90 миллионов человек. Вот только за счет мигрантов, а вовсе не того, что немцы вдруг начнут создавать семьи и рожать детей. Причем глава государства еще и не забыл себя похвалить, дескать, таким образом мы не только закроем демографическую проблему, но еще и вопрос с пенсионным кризисом решим, потому что, по его словам, Германия нуждается в трудовых руках, ибо скоро почти половина населения страны окажется нерабочем возрасте – дети или пенсионеры. А дает ли себе отчет Олаф Шольц, что тогда это будет уже и не Германия в сущности? 90 миллионов – это плюс 10% от нынешнего населения, где в крупных городах доля мигрантов и так уже составляет от 15 до 20%. И это не говоря о том, что часть из них получила гражданство и формально не считается больше мигрантами. Практически Шольц намерен довести долю некоренного населения до 30-40%. Но самое главное, ради чего это все надо? Он говорит, что половина населения Германии не работает, а государственная статистика его же собственных учреждений говорит, что половина тех мигрантов, которые прибывают в Европу, тоже не работают. Одни едут семьями, чему, кстати, способствуют сами же европейские законы и, стало быть, прибывают с такими же точно детьми и стариками. А других просто устраивают жизнь на пособия и работать они не собираются. То есть единственное, в чем заключается результат – он, Шольца, заменяет коренных немцев, из которых половина не работает, на приезжих африканцев, из которых половина точно так же не работает, по их же собственным данным. Отсюда и вопрос – это баг или фича? Может, в этом и есть смысл, чтобы избавить от собственного коренного населения? Вопрос открытый, над которым и будем размышлять. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.